всем привет на связи борис сколов сайт визитсан.ру и давайте в этом видео я расскажу о правилах въезда в турцию для россиян пцрт загранпаспорт вакцинации все все очень коротко но по существу прежде чем смотреть это видео подпишитесь на наш канал кнопочка писаться вот здесь вот чтобы не пропустить все самые последние новости об открытии границы правилах въезда все актуальной информации вам здесь даю ну и самбо более чем 40 странах и вся информация идет проверенная путешествие в том числе заграниц и так давайте сразу правил въезда в турцию для россиян можно поехать в турцию имеет только загранпаспорт виза не нужно срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда в турцию то есть 120 дней без визы в турции можно находиться 60 дней по внутренним российскому паспорту россиянам ехать нельзя пару лет назад как почему такая информация проскальзывал но в турцию уже давным-давно можно ехать только по заграничному паспорту конечно же важный вопрос многие интересуют пцр тесты справки вакцинации в турцию можно въехать имея отрицательный пцр тест который должен быть сделал на английском языке за 72 часа до поездки вот по многих городах с вами провинциальных сейчас ты смогу делать два-три дня поэтому я вот перед поведетом в турцию недавно летал в турцию оттуда в египет делаем на в аэропорту уточните на сайтах аэропортов как это сделать я в москве делать так как они немного разные правила внуков домодедов в шереметье но там есть услуги экспресс тест за один час за полтора часа 1-2 часа делают поэтому придется на прилететь в аэропорт часов за пять и не за два за три я приходил именно так когда улетал в стамбул второй момент вакцинирован кто сделал прививки кто прошел полный курс вакцинации то есть сделал обе прививки можно прилетать в турцию с момента 2 прививки должно пройти не менее 14 дней признаются все российские вакцины которые официально одобрены в россии то есть спутник спутник лайк топива короны и к вивак это второй момент то есть можно пациент с можно вакцинирован можно полететь в турцию тем кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев эта информация должна также официально быть подтверждена на сайте госуслуг информация должна быть обязательно со справкой медучреждения то есть официально что вы переболели так справка вакцинации вот именно что сделала две вакцины должна быть на английском языке вот под этим видео будет ссылочка там написано как на сайте госуслуг можно получить вот эти сертификата вакцинация проходя в полном курсе что вы сделали обе прививки на сайте госуслуг важный момент после 2 прививки должно быть пройти не менее 14 дней еще очень важный момент для въезда в турцию сейчас необходимо заранее оформить электронную анкету то есть до полета в турцию и получить хэс-код который будет вам разрешается передвигаться в турции ездить на транспорте без него про билет вы не купите сможете на транспорт сесть это для всех официальное правило если вам нужно мы поможем оформить эту электронную анкету сделать хэс-код услуга платные контакты есть под этим видео обращайтесь пожалуйста мы вам оформим и сделаем этот хэс-код смотрите вот еще важный момент 7 июля в россии ввели новые правила и теперь те граждане кто привит полный курс вакцинации прошли в течение последних двух месяцев мог не сдавать пцр тест российский привет назад то есть если у вас есть прививка вам и в турцию не надо сдавать тесты по прилету в россии не надо задавать тест если вы переболели последние 6 месяцев то же самое официально если ничего этого нету то один пцр тест в турцию 1 пцр тест по возвращению в россию вот такие еще правила въезда в турцию но для туриста в принципе этого достаточно кто хочет ехать в турцию больше чем на 60 дней можно сделать визу заранее в россии на 90 дней она позволяет находиться 90 дней не в течение 180 суток в турции обычно путешественники делают есть еще внж можно один-два года вот у кого например недвижимость в турции кто-то официально работает там снимает жилье опять туристам эта информация не нужна да и быстро это не объяснишь по ссылочке под этим видео на сайте у нас очень подробно написан как в том числе оформить турецкое внж вот очень в редком случае пограничники в принципе имеет право попросить у вас все брони обратного билета так как официально правильно делать очень редко какая-то их там проверка еще что-то и туристическую страховку опять же я просто всегда делаю туристические страховки всякий случай брони отель если вдруг сделать они по туру не оплачены он сделать и на букинге я всегда оформляю страховку это менее одного доллара стоит тем более вот очень важный момент правил въезда в турцию часто меняется то нужен пациент с то не нужен то можно вакцинировать он не нужен опять же может страховка ввести это обязательным требованиям будут ее проверять на границе поэтому лучше сделать где оформить страховку онлайн есть ссылочка под этим видео можете в течение пяти минут очень быстро оформить страховку онлайн для поездки в турцию вот важный момент сейчас многие россияне за закрытых границ также летают в турцию использую турцию как пересадку в другие страны вот для транзитной пересадки если вы не будете выходить из аэропорта никуда там прят города через два дня полетите пациент с не нужен но пцр тест требует очень-очень многие страны куда вы летите либо сертификата вакцинации пцр тест так что скорее всего он вам все равно потребуется я прилетел в египет египет нужен был пцр тест в обязательном порядке опять для транзита в турции я его мог бы не сделать но камера и у меня его никто не смотрел транзитным пассажиром можно без пцр теста в аэропорту никуда не выходите но в египет не было все равно попросили продвинуться но допустим если вы летите в ту страну и вы точно уверен что он не нужен например пцр тест не нужны в мексике то по идее вы даты транзитной пересадки в турцию вы можете не делать но опять же я всегда вот я лучше спокойненько его сделаю какие-то правила изменят изменится вдруг авиакомпании попросит ну допустим полет в мексику мне тоже недавно было это очень долго это очень дорого я просто для своего спокойствия потрачу эти две тысячи сделать пцр тест то же самое я всегда советую насчет страховки делать всегда медицинскую туристическую страховку чтобы не было никаких лишних проблем на границе не говоря уже о том что вы едете допустим за границу там все платное никто он бесплатно делать не будет никакие медицинские услуги оказывайте если у вас нет страховки то это может грозить просто для вас неприятными последствиям но тут такие правила въезда в турцию с вами был борис сколов сайт визитсан.ру если вам понравилось это видео поставьте лайк подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео пока пока кстати можете посмотреть видео я был в стамбуле очень красивый город например если но курортно турции вы без меня знаете хотя там тоже часто был а вот стамбул я вам рекомендую посетить он сейчас открыт для россиян очень классный город пока